Моя Марусичка, моя ты, куколка моя, Марусичка моя, ты, куколка моя, Марусичка моя, ты, куколка моя. На сцене ничего лишнего, минималистичные декорации и костюмы не отвлекают от актерской игры. Артисты поют акапелла, то веселя зрителя, то погружая в меланхолию. Пьеса «Пролетный гусь» поставлена по рассказам Виктора Остафьева «Пролетный гусь» и «Бабушкин праздник». По словам актеров, играющих спектакль около 20 лет, представление хорошо принимают и зрители, и критики. В нем есть какое-то такое объединяющее начало, какая теплота, что любой зритель находит обязательно какого-нибудь члена семьи, похожего, да, со спектакля, да. И настолько в тексте заложено очень много любви и доброты, и это очень большой отклик в зрителе всегда находят. Однако в Благовещенске собрать полный зал не удалось. Все из-за ограничительных мер, говорят организаторы. Чтобы обеспечить посадку зрителей на расстоянии, продали только половину билетов. Стоимость от этого не увеличилась. Кстати, ограничения коснулись не только зрителей, но и актеров. Для нас волнительно, потому что мы открываем сезон спектаклями Благовещенскими. И не играли мы, как и все другие артисты, полгода, это был карантин, и для нас, конечно, это испытание. То есть помимо того, что мы волнуемся, так как давно не брали в руки шашки, скажем так, так еще и ответственно, потому что мы в гостях. И нам очень важно, как нас примет публика Благовещенская. На мероприятии собралась самая преданная публика. Людмила Ковригина, говорит, увлекается театром с 1965 года. Я знаю всех актеров, знаю всех сотрудников, с удовольствием с ними общаюсь. И, конечно же, когда выездные мероприятия, а сегодня замечательно, золотая маска, ну как пропустить, ну просто невозможно. Поэтому я поздравляю амурчан с этим замечательным праздником. Потратьте время, отдохните в театре, почувствуйте себя, ну, королевы на этом балу. Алексей Качан тоже заядлый театрал. Говорит, до пандемии не пропускал ни одного спектакля. Начало работы театра ознаменовано вот таким вот серьезным мероприятием «Золотая маска». Конечно, мы ждем от выступления сегодняшнего эмоций, сильных эмоций, потому что данное произведение я читал и понимаю, что артисты сейчас передадут всю глубину этого произведения нам. Фестиваль завершится 17 сентября. За это время в Благовещенске, Белогорске, Тынде и Взее пройдут мастер-классы по сценической речи и сценическому движению. Жители этих городов смогут увидеть постановки именитых театров Москвы и Санкт-Петербурга. Нелли Козлова, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Продолжение следует...